Доброе утро! Вы на самом деле заговорились с очаровательными нашими гостями, которые уже пришли в студию, но они еще и серьезные люди. Василий, рассказывайте. Мы сейчас поговорим о наградах и не только. Мы поговорим о таком виде спорта, как рафтинг. Играющий тренер женской сборной по рафтингу Екатерина Кожанова у нас в студии. Доброе утро! Доброе утро! Правильно сказал? Играющий? Да. Что значит играющий? Я вместе с девчонками выступаю, в одной команде сижу. А так можно, чтобы тренер тоже выступал? Да, конечно. Девочки выступают в группе до 19 лет, а когда мы выступаем в открытой группе, то есть это вместе со взрослыми, мы сидим в одной команде, в одной лодке. Рафтинг это то, что мы сейчас видим на экране? Это вот какие-то горные реки и вот вы с веснами там плывете? Да. Это рафтинг? Да, это экстремальный вид спорта по бурной воде. То, на что туристы иногда в Турции или где-нибудь еще записываются. Да, только у вас это совсем по-другому, это более экстремально. В Турции это более развлекательный вид, а здесь есть определенная программа, то есть рафтинг, он включает 4 вида программы. Первый вид это спринт, то есть это скоростной спуск на время короткий. Второй вид программы это параллельный спринт, когда 2 и более лодок одновременно стартуют и по олимпийской системе на выбывание. Третий вид это слалом, когда над водой, над каналом или над рекой висят ворота и нужно в сторону ворот пройти. Ну вот сейчас там мы видим как раз кусочек этого. Да, да, да. Между вешек нужно, не касаясь этих вешек, преодолеть по определенным правилам эту трассу. И четвертый вид программы это длинная гонка. Это около часа вынуждающей такой силовой борьбы. У нас в небольшом досье написано, что чемпионат мира в Бразилии 2014 года и в Индонезии 2015 вы получили золото. Но здесь наград столько. Это вот за какой период, за сколько лет различных выигрышей вы принесли? Это всего лишь два чемпионата мира. Это два чемпионата мира и столько комплектов наград? Да, да. Ну четыре дистанции. И в каждой дистанции девчонки получали медали, выигрывали. И в 2015 году, вот в сезон, который только что закончился, девочки стали чемпионками мира среди юниоров до 19. А вы собираетесь куда дальше? Что еще делать? Если вы уже чемпионы? Буквально через неделю мы уезжаем на чемпионат Сибирского федерального округа и не заезжая домой улетаем в Словению на чемпионаты перенства Европы. А после Словении что вас ждет, если и там вы в какой-то призовой получите место? Дальше ждет финансовое... Благополучие и счастье. Да нет, наоборот, нам нужно найти средства для того, чтобы дальше двигаться, потому что следующие чемпионаты перенства мира пройдут в Абудаве, но страна это... Недешевая. Мы все знаем, да, самая недешевая в мире. Вот если нас кто-то смотрит, может стать вашими спонсорами, правильно? С удовольствием, мы готовы. Я быстро девчонкам задам вопрос. У вас, наверное, дома уже не стоит вопрос, кто, допустим, толчет картошку, потому что я смотрю, как здорово вы работаете руками. Вы так девочкам, наверное. Не стоит? Можно? Давайте попробуем. Кто у вас дольше всех занимается брафтингом? Ну, с вами-то, конечно, вы меня победите. Мне вот интересно, насколько у вас сильные руки. Да? Очень сильные. Такие... Мне интересно, какие ощущения испытывают ваши родители, потому что мало того, что ребенок уезжает на соревнования, это еще и... Ну, визуально это небезопасный вид спорта. Угребает. Ну, у меня мама тренер, поэтому... Поэтому мама не была. Да, у меня и мама, и папа тренер, и поэтому они за меня, наверное, не переживают. Переживают гораздо больше, потому что они знают, что это такое. Какая амуниция на спортсмене, когда вот вы садитесь в лодку? Что на вас обязательно должно быть? Каска, да? Каска, спасательный жилет, и получается и весло, и главное, чтобы грести. Вот. Главное, грести. Ну что ж, мы благодарим наших гостей, сегодняшних команд. Вы кричите друг другу «греби»? Как вы подбадриваете, каким словом? Что вы кричите, когда в лодке? Есть определенные команды, которые в лодке понимают, ну, только, допустим, вот этот вот экипаж. Командуйте что-нибудь, чтобы девчонки поняли. Нет, это секрет. Это секретные слова. А вообще команда понимает друг друга с полуслова, и, в принципе, порой выполнять некоторые упражнения, да, и движения уже даже не переговариваясь. Я должен спросить, сушите весла, что значит? Отдыхаем. Отдыхаем, все. Отдыхаем. Екатерина Кожанова, играющий тренер женской сборной по рафтингу, была у нас в студии. И команда. Моторная Алина, Эрдман, Маргарита, Чугунова, Тамара и Кожанова, Валентина. Спасибо вам большое. Спасибо вам, очень приятно, подбодрили нас сегодня, зарядили энергией, надеемся, что вы, да, уверены, что все у вас будет хорошо, во всяком случае, мы вам это желаем. Да, можешь микрофоном погребсти пока. Все, на рекламу сейчас погребаем. Спасибо, болейте за нас.